Их таких на Черном море было шесть. В войну погибли пять, как и бесчетное множество других наших транспортов. С провизией и боеприпасами. С бойцами и ранеными. С детьми и женщинами. Погибли и забылись. А этот нет. Большой корабль с едва различимыми буквами на колоколе. МЕН. Армения. Очень уж много жизни она унесла, говорят. Пять тысяч там погибло. Сейчас посчитали, говорят, десять тысяч могло. В 41-м, 7-го ноября утонуло. Кто ж скажет? Праздник фортик. Там госпиталь был флотский главный, севастопольский. Все флотские медики погибли. Сколько еще родилось? И не узнать теперь, кто там был. Документы-то все с пароходом утонули. НКВД им сказала идти в Балаклаву, а там грузили какие-то бумажки и золото из крымских музеев. Они из-за этого задержались и угодили под бомбы. Торпеды-то были, не бомбы. Ведь Красный Крест нарисован был. Вот все равно бомбили. Самолеты налетели. Она разломилась и так быстро под воду ушла. Минуты за четыре. Конечно, никто не спасся. Нет, спаслись. Человек шесть или восемь. Итак, 80 лет. 80 лет для нас гибель Армении не крупнейшая морская капострофа, а народная легенда. Слухи и спекуляции только множатся и еще больше запутывают. Ни одного документа за эти годы не обнародовано. Но теперь Армению нашли. Искали много лет и нашли российские моряки. В песне на глубине 1500 метров. Осталось немного. Разобраться, что это было. Армения уходит. Ну и пусть себе уходит. Что вы? Я там работаю. Сколько их таких и работающих, и едущих было на борту 7 ноября 1941-го. От Армении осталось нам только кино 1935-го года. Сокровище погибшего корабля. В нем Армения сыграла саму себя. Она уходит в рейс из Севастополя. Красивая, огромная, народу полно. Эти суда, экспрессы Крымско-Кавказской линии, рассчитаны были на 550 пассажиров. 550! И так немало. А если в 10 раз больше посадить, 5000. Такое бывало с Арменией. Из Одессы в октябре 1941-го она вывезла целиком вооруженную дивизию. 5500 человек. Но то бойцы. В последнем же рейсе раненые, лежачие, гипсы, носилки. Как разместили? А если 10 тысяч, как утверждают, поместятся они тут физически? И где? В трюмах? А там можно? И как поведет себя при этом сам теплоход? Глупо гадать об этом по старому фильму, где Армения уходит в обычный рейс и все машут платочками. Ну, несерьезно. А если серьезно, нужны специалисты и проектная документация судна. Нужны чертежи Армении. Наверное, это безнадежная затея искать какие-то бумажки, которым сто лет в обед. Их либо в печку сунули, либо они сами истрели давно. Армению спроектировали в 1926 году. В 1928-м она уже море бороздила. Ну, есть одна идея. Попробуем. Едем на родину Армении, в Петербург. Если официально, это Крыловский государственный научный центр. Если по существу, это и есть колыбель российского флота. Не мемориальная, постоянно действующая уже почти 130 лет. Здесь знают о море и кораблях все. Здесь изучают и проектируют. И по идее, именно этой научной махине и надо разбираться в загадках Армении. Идея оказалась правильной. Крыловцы готовы принять участие, понимая, что мы занимаемся не просто реконструкцией событий, а восстановлением памяти о тех людях, которые погибли. Вообще-то, крыловцы живут в будущем. Рождение корабля. От задумки до постройки лет 15. То есть им сейчас надо знать, каким будет мир тогда и что ему нужно будет от моря. Будущее они проверяют на прочность, на разлом, в аэродинамических трубах, во льдах и в волнах. В их бассейнах изучают норов, корветов и эсминцев, танкеров и ледоколов, на которых, может, статься будут ходить наши дети, договариваются с морем на берегу. Их программы рассчитают поведение любого судна, при любой погоде, при любой загрузке. Это как раз то, что нам нужно. Были бы только чертежи Армении. И вот, внимание! Мы с удивлением обнаружили, что наше подразделение, это БАТ-судопроект, старейшее проектное бюро, в стране проектировало этот пароход. Бинго! Вы не ослышались. Армению проектировали здесь. С главным конструктором этого самого БАТ-судопроекта Андреем Обуховым из будущего попадаем в прошлое. Вот это помещение БАТ-судопроекта содержит в себе наш архив, нашу историю. А истории этой 100 лет почти. 200 проектов с доработками и переработками. По этим проектам больше двух с половиной тысяч судов построено. К ним еще документация, море чертежей, плюс война, блокада, эвакуация, возвращение, реорганизация, переезды. Все ли стерпит бумага? Все. По какой-то мудреной архивной логике Андрей Обухов выдвигает ящик. И вот они перед нами. Почтово-пассажирские суда Крымско-Кавказской линии. Так назывался проект, по которому построена Армения. Год подписания 1926-й. Здесь документы чертежной базы теплохода Армения. То есть это чертежи общего расположения, показывающие по паубам, расположение оборудования, в готовых служебных помещениях, расположение грузового оборудования, швартового, спасательного оборудования, то как раз вот что требует анализа. Армения в мельчайших подробностях. Утраченное искусство. Тушь. Калька. Более того, в другом отделе архива, где расчетная документация, тоже есть материалы Армении важнейшие. Таблицы загрузки судна. То есть сколько, чего, кого, куда и как можно погрузить, чтобы эта самая Армения уверенно шла по морю. Здесь веса и моменты. Момент – это произведение массы на плечо. Судно будет с точки зрения масс находиться в равноместном состоянии, только когда сумма моментов будет равна нулю. Физика – шестой класс. Все параметры из старых документов перенесут в новые программы, и мы получим виртуальную Армению. Она и поможет нам узнать, что случилось с настоящей. Очень кропотливая ручная работа. И пока она идет, копируются чертежи. Эти копии мы повезем в Севастополь. Если говорят о гибели Армении, говорят о гибели главного военно-морского госпиталя Черноморского флота. Госпиталь и сейчас расположен там, где был всегда, на Павловском мысу, целый городок. Он вообще ровесник Севастополя. Вместе с ним и заложен в 1783 году. Музеем госпиталя заведует человек, который на данный момент знает про Армению больше всех. Александр Андреевич Зубарев, сам в прошлом корабельный доктор, он посвятил поискам документов о трагедии не один год. И все это время старается превратить цифры в имена. Вот здесь уже конкретные фамилии. Те, кто остался на Армении. Вот этот список. Сколько тут человек? Тут 52 человека. Мы четко имеем список всего экипажа санитарного транспорта Армения. Это 100 с чем-то человек, так где-то? 152 человека, по-моему, да. Значит, вот у нас есть списки безвозвратных потерь медицинского состава. В этом списке 160 с чем-то человек. И вот второй список, еще дополнение к этому списку. Это 250? 64, 150? Да, где-то 150 и 60 еще человек. Помогите мне, значит, где-то... Ну, где-то около 400 человек. И сколько лет на 400 ушло? Лет 10. 10 лет на 400 имен из списка, в котором 5000, а то и 10, как утверждают. Считайте сами, как говорится. Но, кажется, привезенный из Петербурга сюрприз здесь будет кстати. Руки у меня дрожат, как при этом самом, как при паркинсонизме. У меня болезнь от волнения. Очень сильно, очень сильно. Это же практически проектная документация. Это оно и есть? Можно вычислить. Можно вычислить. Здесь уровни все есть, да? Корабельный врач на то и корабельный, чтобы знать анатомию корабля не хуже человеческой. Есть соотношение в федеральных справочниках лежачие, сидячие и стоячие. Вот взять вот среднюю площадь на этих трех больных примерно. Конечно, в историю Армении от этих подсчетов не добавится имен. Зато более точным может стать их количество. Посчитаем месяца два-три. Посидим упорно и посчитаем, и примерно скажем, сколько потенциально можно загрузить на этот корабль. Супер. В Петербурге, в Крыловском центре, готова виртуальная модель Армении. Мы завели вот такую поверхность. Вот видите, она, значит, она в носу не такая, как в корме. В этой поверхности тысячи параметров со старых чертежей, которые вручную водил целый отдел БАЛ-судопроекта, группа теории корабля. Ее руководитель Елена Хвостова, наш экскурсовод по Армении. Зелененьким светом показаны грузовые трюма. Этим трюмам крыловцы уделили отдельное внимание, когда взялись считать, сколько могла вместить Армения. Проверяли самое большое из называемых число погибших – 10 тысяч человек. Могла ли быть ситуация, при которой в этих трюмах могли перевозиться люди? Фактически они могли там находиться, ну, по массе, по своей. Для нас это пассажиры, просто мы переводим это все в массу, да, и смотрим, могло поместиться, не могло поместиться. А как ведет себя судно, имея вот эту нагрузку? Ну, вот так оно идет, оно переворачивается на берегу. Это значит, можно уверенно исключать гибель 10 тысяч человек на Армении. Не было такого, потому что просто не могло быть. А что могло? Сколько могло? Мы считали и на платформе вот в этом месте, на нижней палубе, на верхней палубе, на прогулочной. И даже мы их туда засадили наверх. То есть вот буквально на шлюпочной они могли быть. Но, естественно, речь идет все-таки о закрытых помещениях, а не просто на палубе какой-то. На палубе тоже. Прямо вот стоя. Вот стоя. Что у нас получилось? 6 тысяч 200. Рабочее это число 6200 предъявляем главному конструктору балдсудопроекта Андрею Обухову и руководителю группы истории Крыловского центра Сергею Титушкину. Грузимся провизией и водой, до отказа заполняем балластные цистерны и заправляем топливом электронную Армению. Вот мы сейчас с вами собрали модель, которая отражает, ну, предварительно отражает его загрузку в Ялте. Илья Николаевна, давайте мы откроем сейчас размещение пассажиров на палубе. А Сергей Иванович нам скажет, а вот в случае даже отсутствия бомбардировки, но появление самолетов противника с какого-то одного борта. Нам могли бы, конечно, и ломануться. Вот мы услышали, кинуться на один борт. Это уже война. Все уже понимают, что если появился самолет, он будет стрелять. Они сидят там с чемоданами, с детьми, раненые, кто-то еще, кто-то побежал, кто-то не побежал, так сказать. Но все куда-то двинулись. Елена Хвостова переводит эту сцену в цифры. Хрен ужасный. Нам программа сейчас говорит, параметры выходят запредельные. Судно переворачивается. Это даже не версия. Это просто народная молва про многотысячную толпу, переведенная в сухой расчет. Для версий нужно больше информации. Это большое судно, 100-метровое. Чтобы его заставить так активно погружаться, в нем должно быть очень много попавшей воды. Да, очень много дыр. Значит, будем искать эти дыры. Бомба ли, торпеда ли, или вообще ни то, ни другое, например, потеря остойчивости, то есть устойчивости корабля от перегруза и шторма, что пока подозревают в Крыловском центре. Или все вместе. Или ничего из перечисленного. Цифры пляшут. Показания не сходятся. Свидетелей не осталось никого, кроме одного. Теплохода Армения. Поэтому на очереди выход в море. К нему. К месту его гибели. К выходу готовится Селигер. Опытовое судно военно-морского флота России. Как понятно из слова «опытовое», назначение его – испытание, исследование, поиски. Где поиски, там находки. Именно команда Селигера годом ранее обнаружила Армению на полутора тысячах метров глубины. И теперь идет туда снова. Как правая? Есть. Правая нажим 30. 50 метров у нас на поле оборудов. Есть. Скорость 0,5. Есть. На Румбе. Скорость 0,5. Плати. Любой выход в море – это не только аврал и проверка всех узлов и агрегатов. Это еще и очень много букв. Вперед, прием. Есть, Юр. И мы с твоим ездим закреплены по походному замечанию. Есть. Пишут все. Пишут все. Пишут на корабле, штурманской на мостике. Пишут в штабе флота, на командных пунктах. Фиксируется все. Скорость полтора узла. Кто вышел, когда, куда, зачем, курс, погода, события в море. Бюрократия. Не сусветная. Но именно она нам и поможет. Принял. Если идет. Один сигнал тифона. Так же, как сейчас, писали и тогда, в 41-м. В первом же документе видим, что 4 ноября 41-го Армения вышла из Туапсе курсом на Ялту. Откуда же тогда на ней взялся главный военно-морской госпиталь Черноморского флота, который на другом конце Крыма, в Севастополе. Крым немцам не курорт. Не теплое море их поманило, а крымские авиабазы. С 23 июня ударная авиация Черноморского флота вылетает с них в рейды на Румынию. Цель – порт Констанца и нефтепереработка в Плоеште. С нефтью у нацистов напряженно. Румынская нефть, их стратегический запас и Ахиллеса вопита одновременно. Не было же в плане Барбаросы ни Крыма, ни Севастополя. Но в августе 11-я армия вермахта поворачивает на юг. Через Крым и дорога к нефти Кавказа просматривается. В сентябре уже бои на Переговском перешейке. В октябре ради Крыма мы оставили Одессу, усилить ее войсками крымскую оборону. Но поздно, немцы прут. К началу ноября у нас только узкая полоска побережья. Цукцванг – немецкое слово, шахматный термин, шагнувший из игры в реальность. Слишком жизненной оказалась суть этого положения в игре. Цукцванг – это когда любой твой ход ведет только к ухудшению твоей позиции. Цукцванг – это когда делать нельзя и не делать нельзя. Несколько ходов загнали Армению в этот Цукцванг. И вот, похоже, первый. 4 ноября начальник штаба Черноморского флота, адмирал Елисеев, приказывает. Побережье Крыма от Ялты до Чауда считать побережьем противника. Плавание всем судам между этими пунктами, северней 44-го градуса, запрещается. Под приказом время 15.15. Армения выходит из Туапсе в 15.10, как следует, из вахтенного журнала, сопровождающего тральщика груз. За 5 минут до этого приказа. И узнать о нем уже не может. Связь не положена мобилизованным гражданским судам. Радиосвязью, транспортом пользоваться запрещается. Радиорубки должны быть опечатаны и охраняться часовым. Так вот, штабной приказ. Даже не он сам, а фраза «побережье от Ялты считать побережьем противника». Вот как ее понимать? Что с Ялтой-то, в которую следует Армения? Через 25 минут из Туапсе выходит эсминец-сообразительный, командир, капитан-лейтенант Сергей Варков. По всем документам, задача эсминца – конвоировать танкер Серго до Севастополя. Но, как пишет Варков в рапорте, он имел приказание надштаба конвоировать и Армению тоже. Сухопутный майор выпустил в море транспорт Армении раньше времени с тральщиком груз. А досужливый начальник конвойной службы базы даже не успел проинструктировать. И ни командир тральщика, ни командир Армении не знали, что следует совместно с Серго и сообразительным. Таковое приказание надштаба в документах отсутствует. Во всех флотских журналах фиксируют два разных конвоя. Сообразительный идет с танкером Серго в Севастополь. 18.00. На переходе Туапсе-Севастополь, танкер Серго, охранение и сменит сообразительный. Армения с грузом в Ялту. 18.00. Армения и груз Туапсе-Ялта зараненными. Что делает Варков дальше? Дал на тральщик груз семафор. Командиру лечь на обратный курс вместе с теплоходом Армении. Не понимая, в чем дело, и не знаю, что нужно следовать вместе, командир тральщика законно был в недоумении, которое я постарался в кратчайший срок разъяснить, в чем дело. Некоторые подробности перехода есть в следственном деле о гибели Армении. Да, было дело, завели по горячим следам в третьем отделе Черноморского флота. Это контрразведка. Дело было, конечно, секретное, но теперь все оно до последнего листка у нас. Днем 5 ноября командир эсминца Сообразительный сообщил, что берег от Чауды до Ялты занят противником, и что нам вместе с Арменией необходимо следовать в Севастополе. С тральщика отправляют Армении светограмму. Это световая морзянка такая, за неимением радио. Ялта занята противником. Немедленно возвращайтесь в Севастополь. Светограмма эта приобщена к следственному делу. Она станет ключевым доказательством для обвинения. Нет, не командира эсминца Сообразительный. Командира, тральщика груз. Но это потом. А пока... Тральщик груз. 22.55. Транспорт Армении лег в Кильватор. Следуем в Севастополь. Это второй ход к Цукцвангу. Вот так, неожиданно для себя, Армения отправилась в Севастополь. А наш селигер подходит к месту ее гибели. На корме звенит ключами и отвертками команда Центра подводных исследований Русского географического общества. Обследование Армении – их ответственность, как подводных археологов. Глубина, на которой лежит объект – полтора километра. Потому речь не идет о водолазном спуске. Работать будет телеуправляемый подводный аппарат – ТПА. Помимо штатной, технической, к нему прилаживают камеру более высокого разрешения – собственного изготовления. Обычный археолог не должен быть технарем. Он должен быть ученым-археологом. Он может при помощи лопаты и своих знаний чего-то добиться. Подводный археолог или подводные исследователи, какими бы он гуманитарными знаниями не обладал, но без оборудования, без умения им пользоваться, он не добьется ровным счетом ничего. Пришли. Все, Ноль. Говорят, нельзя дважды войти в одну реку. А в море получается можно. Только вот ветер потише, да волны поменьше. А так никаких видимых взгляду ориентиров, но мы пришли, куда планировали. Под нашим килем Армения. И погружение подводного аппарата на немыслимую глубину полторы тысячи метров станет еще и погружением в пучину времени в ноябрь 41-го, на 80 лет назад. Перед началом работ – траурная церемония. Молитва и венок на воду. Надо понимать и помнить, что лежащий на дне корабль – это захоронение. Огромная братская могила. По законам морским и человеческим. Вечная память. Царство небесное, вечный покой. Венок возложить. Подъемный кран вознес аппарат ТПА над палубой и осторожно вывешивает над водой. Сейчас его отстыкуют. Операцию проводит лично боцман. И начнется спуск. Чтобы достичь рабочей глубины, этот кабель будет разматываться час. Управление аппаратом на пультах, информация на мониторах. Но пока в них только белая муть в черной воде. Отражение наших фонарей. Чернота и в мониторе локатора. Это значит вокруг пустота. Ничего. Вода. Готовимся. Чертежи здесь тоже будут очень кстати. В идеале мы где-то станем метров 50 от правого борта. Отобьем на локаторе, подойдем поближе. Луч локатора мотает круги озера и пространство. Дима, объект у тебя по левому борту. На экране локатора первые всполохи засечки. Так в свое время Армению и разыскали. Методично и не один год прощупывая морское дно сонарами. Теперь координаты Армении известны. Но даже зная их, даже в виде засечки, сложно понять, что перед тобой корабль. Черная полоса и ярко-желтая полоса. Это вот борт Армении. Глубина 1479 метров. Отстояние 21 метр. Прошу решение на отстыковку. Добро на отстыковку. Есть. Он словно вырастает из темноты, этот борт. Словно проявляется. Вот и оно. Бесполезно искать красные кресты, которыми, как рассказывают, была отмечена Армения. За столько лет на бортах не осталось и названия. Краска растворилась. Но ответ о статусе судна мы так или иначе получаем. По корме правого борта, обросшая сталактитами, но стопроцентно узнаваемая, стоит корабельная пушка 45-го калибра. Положение по-походному. Значит, на атаку самолета даже не успели среагировать. Симметрично по корме левого борта такая же находка. Это, по-моему, станина от орудия. А вот это вот что? Это леер. Это леер. Нет, нет, за леером вот это вот. Это орудие. Вот станина, а вот там ствол в этом лежит. Ну что ж. Второе орудие мы обнаружили. А третье, носовое, нашлось не при обследовании даже, а только при детальном просмотре его записи. Вот эту вот штуку. Внимательно смотри. Вот, во-первых, это станина. А во-вторых... Вот и пушечка. Вот ствол, вот компенсатор, вон станина. То есть у нас вот здесь вот, на них ты, вот здесь находилась пушечка. Ровно вот там, где телеграф. Так, но она из другого борта должна быть. Именно поэтому мы сейчас идем на эту точку. На самом деле уже не важно, есть ли в этой точке орудие. Важен сам факт. Армения была вооружена. Это и есть ответ на вопрос, был ли на бортах и палубе Армении Красный Крест. Ответ – нет. По всем конвенциям, либо кресты, либо пушки. У Армении, как мы увидели, были вторые. Потому история про белый пароход с красным крестом может быть забыта. С военной точки зрения, для противника вооруженной Армении – законная цель. 6 ноября под утро Армения пришла в Севастополь. Теплоход Армения вошел в главную базу. Севастополь с 30 октября официально на осадном положении. Почти нет войск для его обороны. К Севастополю спешит Приморская армия. Но и немцы спешат тоже. Неизвестно, кто придет первым. Уже несколько дней командование флота бомбардирует Ставку отчаянными докладами. Пребывание военного совета Черноморского флота в Севастополе является лишним. И целесообразное его место на Кавказском побережье. Но Ставка молчит. Ставки не до Крыма. У Ставки битва за Москву и на кону судьба государства. А у командующего флотом адмирала Октябрьского нет времени. Он начинает эвакуацию самостоятельно. Он считает, что оборона суши – дело армии. А флот нужен для борьбы на море. Еще 4 ноября начальник штаба флота приказывает без обиняков. Главную базу флота начали эвакуировать на Кавказ. Подготовьте причалы, склады портов для приема имущества тыла. Организуйте быструю разгрузку транспортов и возвращение их в Севастополь. Уже оборудован командный пункт флота под Туапсе. Уже ударные силы флота ушли из Севастополя, оставив для его охраны несколько старых посудин. Пришел черед флотской медицины. Ее сменит армейская. Военно-морские госпитали сворачиваются. Операция масштабная, но медикам для нее выделены только два судна, причем танкеры. И вдруг Армения. Ее тут не ждали, но с радостью нашли применение. 6 ноября в 14 часов она приходит в корабельную бухту к госпиталю. Странное дело, у него нет своего причала для больших санитарных транспортов. Как выясняется из документов, они швартуются почти в полукилометре на территории артиллерийского завода. Пристань эта сделалась частым местом разгрузки раненых, местом не совсем удобным, так как раненых носили через территорию артмастерских и почти всю территорию госпиталя, проделывая расстояние около полукилометра. Напряжение при этом создавалось колоссальное. Словом, неудобно. Армения в мое распоряжение была предоставлена на 2-3 часа всего. И естественно, здесь была не паника, а просто спешка, так как других транспортов уже длительное время не было. Словом, быстро, быстро и неудобно. В отчетах пишут, погрузили 300 раненых всего, а медиков. Их могло быть меньше, что было бы лучше в данном случае. Часть людей находилась на танкере Иосиф Сталин. Но перед самым уходом сан-транспорта Армении к танкеру подошел на катере политрук госпиталя и объявил врачам и сестрам, что им всем предлагается перейти на сан-транспорт Армении, так как он уходит почти пустой. Часть людей действительно перешла, часть же осталась. И остались живы. Понятно. Предложение продиктовано заботой о людях, чем учиться на танкере, который вообще-то для нефти лучше ехать на пассажирском теплоходе. Кто ж знал? То есть сам приход, точнее, привод Армении в Севастополь сыграл решающую роль в гибели почти всех врачей главного военно-морского госпиталя Черноморского флота. Командир Армении получает предписание. Задача – выйти в Ялту для приемки раненых. Время выхода – 18.00 6 ноября. Время прихода в Ялту – 22.00 6 ноября. Маршрут – Севастополь-Ялта-Туапсы. Особые указания. Выход из Ялты не позднее 5.00 7 ноября. В случае невыхода в 5 часов 7 ноября, выход в 19 часов 7 ноября. Соблюдайте время выхода точно. Не подвергайте корабль опасности. Но уже первый пункт этого предписания выполнен не был. Армения не вышла из Севастополя в 18.00. Причины неизвестны. 20.00. Вышка береговой обороны. Армения вышла из главной базы. Следствие потом посчитало это опоздание роковым и даже требовало ареста оперативного дежурного штаба флота, не обеспечившего своевременный выход Армении. Народное же предание рассказывает совсем иную историю задержки Армении. Из Севастополя молва ведет Армению не прямиком в Ялту, а с заходом в Балаклаву, где знаменитая бухта, вход в которую не видно с моря за скалами. Легенда гласит, что из бухты к Армении вышли катера с НКВДшниками и прямо в море передали на нее некий груз. Что за груз? Называют архивы НКВД, картины русского музея, выставка была в Симферополе, золото также фигурирует, тоже музейное, но что бы это ни было, ничем путным это бы не закончилось. Море было штормовое тогда, катера просто разнесло бы в щепки по борт Армении. Хорошо, могла ли Армения зайти для погрузки в Балаклавскую бухту? С виду? Ну, никак не могла. Страшно даже представить, но не будем гадать, спросим у профессионалов. Вот у нас эта самая Балаклава. Морскую карту бухты изучаем в гидрографической службе Черноморского флота. Глубины, рельефы, течения, фарватеры, ее епархии. Николай Поповенко, командир гидрографической партии, кладет на карту сделанный по нужному масштабу силуэт Армении и... Да, она может выйти в Балаклавскую бухту. Все зависит от опыта капитана. Какие-то катера должны были страховать. Причем, по одной из версий, Армения не остановилась к причалу. А после того, как она зашла в бухту, к ней подходили катера. То есть, это могло произойти где-то вот, ну вот, где-то прям даже здесь, она даже дальше могла и не заходить. Могла и не заходить. То есть, она могла зайти, развернуться, и к ней могли подходить катера и перегружать людей, там, груз какой-нибудь. Правда, все это буквально на волоске возможностей. В данном положении мы видим, что у нее до 5-ти метровой из-за баты почти 50 метров. по корме и по носу чуть меньше, 25 метров. Достаточно страшно и опасно, но в то время, в тот период, мне кажется, люди делали все возможное и невозможное, чтобы эвакуировать людей. что это произошло. Значит, не безосновательная легенда. Заметим только, что по всему побережью работают посты службы наблюдения и связи с НИСы. Они ведут неусыпное наблюдение за морем. Кто прошел, откуда, куда. В ночь, когда по легенде в Балаклаву приходила Армения, штаб флота получил от Балаклавского с НИСа только одно сообщение. 22.45 Балаклава. Выпущены две красные ракеты. Может, эти загадочные красные ракеты и имели отношение к таинственной истории Армении в Балаклаве. Но может ли быть такое, что пост с НИС при этом не заметил целый большущий пароход? Армению засек пост с НИС в Ялте. Час 15. Транспорт Армения показался. Дистанция 45 кабельтовых. 45 кабельтовых. Почти 8,5 километров. Еще почти час ходу. Поздновато. В половине восьмого станет светло. А где свет, там и немцы. На Ялтинском Малу он же пирс суета и толчая. Но не потому, что ждут Армению. Нет. На два эсминца грузятся войска. Ялта противникам не занята, но он уже буквально не загорает. Здесь, на Малу, те, кто успели уйти. Флот прислал им подмогу. И, в общем-то, Армения может ошвартоваться у пирса, его длина позволяемая. Но его ширина не позволит вести посадку на три парохода сразу. Узкий. 20 метров всего. Как тут разойтись, да еще с ранеными. Поэтому, когда через час Армения зайдет в порт, она будет просто ждать. Два часа просто ждать. Вот она, где эта роковая задержка. Эти потерянные два часа. Не в Балаклаве, как гласит легенда. Не на выходе из Севастополя, как решило следствие. А на входе в Ялту, как получается по документам. Пришла бы она раньше, ждала бы дольше. Вот и все. Просто никакой Армении здесь быть не должно было в ночь шестого на седьмое. Она должна была уйти отсюда сутки назад. Вот в чем проблема. И вот что теперь? Вывозить солдат и бросить раненых? Вывозить раненых и бросить солдат? Как? Бойцов пробилось к морю о раненых. Сколько здесь, кстати, было раненых? Точного числа никто не скажет. Его нет. Но есть число коек, развернутых в Ялте. 19 тысяч 680. Весь курорт превращен в госпиталь. Везут из Одессы, из Севастополя. Да даже если из этих коек занята только половина, тут нужны три Армении. Четыре. Почему же она только одна? Потому что нашелся только один человек в Ялте, который донес проблему до командования флотом. Герой Советского Союза, еще за Испанию, причем первый среди подводников и моряков вообще, Иван Алексеевич Бурмистров. Позже на допросе он показал. Когда я узнал о наличии в госпиталях большого количества раненых, я стал настаивать на получении из Севастополя транспорта. Сам лично 5 ноября звонил оперативному дежурному штабу флота и просил немедленно выслать транспорт. В следственном деле есть список принятых на борт медучреждений. Все флотские. Бурмистров же рассказывает, руководили погрузкой армейские. Ответственным за погрузку был начальник санитарного управления 51-й армии. Брегврач, фамилию не знаю. Получается, погрузкой руководит начмед 51-й армии, но в списках Армении из этой армии ни одного госпиталя нет. Ну, странно ли? 51-я армия одна и обороняла Крым. И с помощью только сошедшие с кораблей черноморцы, ставшие бригадами морской пехоты, и приморская армия, привезенная из Одессы всего пару недель назад. Сколько же у этой 51-й было госпиталей? 45. 45 свернутых и развернутых госпиталей, в которых количество коек, читай, людей, приближается к 14 тысячам. Начальника санитарного управления 51-й армии, фамилию которого не знал Бурмистров, звали Андрей Иванович Пулькин. И понятно, что вывести столько раненых с территории, которую не сегодня-завтра займет противник, это задача доктора Пулькина. И он, скорее всего, обратился к Бурмистрову, а тот и схлопотал Армению. Скорее всего, она шла в Ялту именно за этими ранеными. И пришла, опоздав больше, чем на сутки. В 2.15 7 ноября Армения заходит в Ялтинский порт. Один из эсминцев, Бойкий, уже ушел. Армения встает на его место, ближайшее к Мурвокзалу. За ней стоит второй эсминец, бдительный. Его вахтенный журнал не оставляет сомнений, погрузка на корабли велась поочередно. Вот запись еще 6 ноября. 22.18. Войска прибыли на пристань. И только через 2 часа начали принимать бойцов на корабль. Соответственно, бдительный стал принимать войска, когда их заканчивал принимать бойки. Узкий молд. Армения вынуждена простаивать 2 часа. И это не просто ожидание. При разговоре с товарищем Бурмистровым он сообщил мне, что обстановка утром в Ялте создалась исключительно тяжелая. Наши части, отходя, пытались садиться на теплоход. Кроме того, товарищ Бурмистров доложил, что при попытке наших частей садиться на теплоход, капитан теплохода отдал концы и отошел от стенки. Ялта. Тихий курортный городок переживает свой личный маленький конец света. Переживает в одиночестве. Отстаивать ее никто не будет. Как? Если не удержать и великих твердынь. Еле держится Керчь, готовит к сдаче Севастополь. Город пьян вином, который вылили сверху заводы Массандры прямо в городскую речку Дерибойку. И оно течет бурым в море, попадая по дороге в подставленные ведра, из которых его и бьют землей и сеном. В порту стоял громадный теплоход. Вся пристань мол заполнена людьми. Мы влились в эту толку. Посадка на теплоход шла медленно. За два часа мы с пристани продвинулись на мол. Давка неимоверная. Погрузка на теплоход в Ялте была начата в 4.00 и окончена в 8.00. Об этом Бурмистров мне сообщил лично по телефону. Только четыре часа было у Армении в Ялте. С этими данными вернемся в Крыловский центр. Попробуем понять, не сколько Армения могла бы вместить теоретически, а сколько людей успели бы подняться на ее борт за это время. Сюда же приехал директор музея Севастопольского госпиталя Зубарев. Приехал и огорошил. Не своими обещанными расчетами даже, а добытыми в архиве флотскими расчетами погрузки раненых на корабль. Погрузка специально оборудованных для кадров получала до 500 человек в 3 часа. То есть 3 часа всего лишь 500 человек. И ведь совпадает с Севастопольской. Там, как мы помним, за 2-3 часа в Великой спешке погрузили 300 раненых всего. На теплоход Армения было погружено людского состава. Из Севастополя 700 человек, из Ялты раненых 1500 примерно 1700 человек, эвакуированных партийно-советского примерно 2000 человек. Считаем. В Севастополе все сходится. 300 раненых, 307 медиков и кто-то из гражданских. Пусть всего 700 за 3 часа. А в Ялте получается 3700 за 4? В Ялте за 4 часа 4000 человек погрузили. 3,5? Ну, 3,5. Потому что 500, это у вас 3,5 часа еще плюс. Я, честно говоря, не представляю, как это возможно. Ну, если только бегом. Вот вам в красках картина той ночи на Ялтинском Малу. Только раненых погрузили в 3 раза больше физически возможного, даже нельзя представить, как. Теперь расчет вместимости Армении корабельного доктора Александра Зубарева на основании чертежей и личного опыта. Если по площади, я просто провел этот расчет, и по площади должно быть 3000 человек. Это если они все раненые и лежачие? Нет, там соотношение раненых, сидячих, раненых, мы же говорили об этом, где-то 3,5, но еще усиливаем, но 4000. Все. Это потолок для Армении. Сходится. И время для погрузки, и место для размещения ограничивают число пассажиров четырьмя с лишним тысячами человек. Не забудем команду самой Армении, это 152 человека, и получим не 10 тысяч, не 7, а даже чуть меньше официально заявленных 5000. Чуть меньше 5000, которые разом погибнут через несколько часов. Вместе с установленными следствием флотскими госпиталями грузились на Армению неустановленные никем госпитали 51-й армии. Из них только один значится эвакуированным, на формулярах остальных пометы. Госпиталь захвачен противником, погиб в Крыму. Госпиталь погиб. Госпиталь погиб. Около пяти утра 7 ноября капитан первого ранга Бурмистров позвонил из Ялты и сообщил, что обстановка в районе Ялты такова, что не позволит держать теплоход в течение дня в Ялте. Заявив, что противник движется на Ялту, а также отмечается движение противника по проселочной дороге на Алубку, просил об этом доложить начальнику штаба и дать указание. Почему Бурмистров звонил около пяти, потому что пять, как мы помним, крайний срок выхода Армении из Ялты. Особые указания. Выход из Ялты не позднее пяти ноль ноль седьмого ноября. В случае ни выхода в пять часов седьмого ноября, выход в девятнадцать часов седьмого ноября. Соблюдайте время выхода точно. Не подвергайте корабль опасности. Предписание никто не отменял, а теперь получается и в пять не выйти, и до девятнадцати не простоять. Армения опоздала на сутки, опоздала фатально. В шесть пятьдесят Иван Бурмистров получил указание из Севастополя. Принять меры к быстрой погрузке раненых на теплоход, принять меры к посадке городского актива, погрузить на теплоход всего пять тысяч человек, самому сесть на СКА и сопровождать теплоход. Теплоходу после погрузки ввиду нелетной погоды выйти в море и следовать по назначению. Выйти ввиду нелетной погоды. На момент принятия решения в штабе флота она таковая была. Проверим у летчиков им прикрывать Армению. Шесть тридцать погода облачность десять баллов высота триста четыреста метров на юге до Ялты сто двести метров слабый дождь видимость плохая. Итак приказ выходить. Зачем компфлота Октябрьский утверждал что он делично приказывал командиру Армении остаться в Ялте и разнеслась потом молва что все случилось от того что командир ослушался приказа. Нет такого приказа оставаться в Ялте ни в одном документе есть другой следовать по назначению. Октябрьский читал материалы дела. Его красный карандаш и подпись там неоднократно встречаются и как это лично приказал как начальник штаба командиру усминцы сообразительны. У военных есть такое понятие решение командира. Ни надштаба ни комфлота не могут диктовать командиру как ему исполнить их приказ даже если встанут у него за плечами на мостике. Оценка сил обстановки обстоятельств возможностей это персональная ответственность командира его личная тяжелейшая ноша. Теперь представьте себе этого командира стоящего на мостике Армении утром 7 ноября 41 Осталась от него одна фотография Владимир Плаушевский Одессит 39 лет капитан-лейтенант на службу поступил вместе со своей Арменией просто был мобилизован вместе с ней как и весь ее экипаж 15 военных рейсов он выполнил с августа 15 тысяч человек далёс обстреливали его обстреливали бомбили бомбили в октябре на подходе к Одессе атакован был четырьмя экирющими бомбардировщиками 16 бомб на него сбросили извернулся ушел за это получил орден красного знамени а сейчас глядя на хмурое небо на штормовое море и на реку людей что течет на его корабль под его личную ответственность Плаушевский принимает решение ждать или уходить и то и то хуже отсутствует звонка оставаться это стоять беспомощной мишенью в неприкрытом никакой артиллерии курортном порту выйти в море тоже мишень но хоть какая-то возможность воню в 8 утра в Москве под бой курантов из ворот Спасской башни Кремля выехал на коне маршал Семен Буден на Красной площади начался парад легендарный парад с которого войска прямиком отправлялись на фронт на оборону Москвы в 8.20 в разгар парадного марша у стенки ялтинского мола снимается со швартовых Армении она выходит из порта в море и берег за кормой взлетает на воздух в Ялте началась операция по подрыву военно-экономических объектов ее охраняют два сторожевых катера СКА одному приказано сопровождать до Дуапсе и на него сел Иван Бормистров другому до 44-й параллель от Ялты это километров 60 строго на юг строго на юг и идет Армения ей надо вырваться за эту 44-ю параллель таков приказ побережье от Ялты до Чауды побережье противника она могла бы сделать союзником свежий западный ветер царивший в то утро он бы ускорил ее ход на восток но приказ ставит ее поперек ветра и волны снижает скорость затрудняет маневр в 8 утра штаб флота вызывает на подмогу тральщик все тот же груз он в Севастополе выходит только в 10.22 отмечая в вахтенном журнале очень свежий ветер 6-7 баллов волнение 6 баллов тот же приказ поднимает и авиацию начальник штаба флота приказал 4 истребителя прикрыть теплоход Армения на радиус действия приказ передается 32-му истребительному авиаболку получено приказание подготовки звена и 153 о готовности доложить теперь внимательно над штаба приказывает 4 истребителя а в штабе полка пишут звено противоречия нет есть нюанс понятие звено не имеет строго установленного количества самолетов их может быть 4 а может быть вероятно отдавая приказ о четырех истребителях над штаба имел ввиду что те могут парами по одному они не летали патрулировать над и под облачностью указанные во всех метеосводках того утра но звенья черноморской истребительной авиации в ту пору трех самолетов так втроем из-за неточно принятого приказа эти истребители с позывным Нева-3 и вылетят исключив тем самым возможность одновременного патрулирования над облакан и под звено истребителей в 9.00 вылетели на прикрытие теплохода Армения в Ялте уже через полчаса в журнале боевых действий ВВС и ПВО флота одна за другой рваные короткие записи по пилингу 325 расстояние 20 километров на нас по пилингу 300 расстояние 14 километров на нас один юнкер с 88 на фиолент высота 1000 метров с фиолента на мыс Сарыч с мыса фиолент на Херсонес высота 200 метров один юнкерс 88 немецкая авиация начала работу знают ли об этом наши летчики прикрывающие Армении с воздуха нет все их доклады следуют только по возвращении заданий из чего вывод связи с землей у них нет знают ли об этом катера идущие с Арменией неизвестно их вахтенных журналов не сохранилось но что известно точно так это что один из катеров с боевым номером 051 не доведя Армению до заветной 44-й параллели покинул ее и лег на обратный курс в Севастополь оставив левый борт Армении открыт 1107 Нева-3 произвела посадку один самолет при рулении перевернулся большой ветер Нева-3 это позывной звена прикрывавшего Армению 11.25 донесение лейтенанта Феоктистова взлет 9.00 посадка 11.07 задача прикрытия транспорта от Ялты на расстоянии 15 миль от Ялты по курсу 140 наблюдал зенитный огонь с левого борта корабля увидел бомбардировщик Юнкерс-88 пикировавший на теплоход атаковал с хвоста в момент когда он сбросил две бомбы на теплоход попал в носовую часть теплоход загорелся и носом пошел в воду после пятиминутного преследования Юнкерса возвратился на место происшествия увидел щепки и строжевой катер сопровождающий теплоход теплохода больше не видел в донесении летчика отметим зенитный огонь с левого борта корабля значит супостат и заходил с левого того что оставил сканер 51 точка гибели Армении по флотским документам 44 градуса 15 минут северной широты 34 градуса 17 минут восточной долготы сканер 51 не дошел с ней пяти миль времени нападения на Армению летчики не сообщили оно указано в немецких документах 9.24 40 километров южнее Ялты боевой самолет потопил большой военный транспорт двумя воздушными торпедами 9.24 это 10.24 московского времени но немцы пишут о торпедах в другом немецком отчете указано и атаковавшее подразделение 40 километров южнее Ялты пароход водоизмещением 8-10 тысяч тонн потоплен торпедной атакой первого КГ-28 в 9.24 1-й КГ-28 торпедоносная эскадрилья этого отряда с сентября 41-го базировалась в румынском Бузау однако их самолетами были Хенкель-111 в их торпедоносном варианте а никакие не Юнкерс-88 о которых единогласно сообщают наши летчики понять кто был в небе можно только погрузившись в море на исследовательском судне Селигер вновь спускают подводный аппарат 40 метров Через час в мониторе ближе к носу Армении упертой в остатки леерного ограждения возникает предмет похожий на покореженный диск автомобильного колеса это машинный телеграф Первый скажем аргумент в пользу того что все-таки это было бомбометание а не торпедная атака самолета потому что вообще говоря где он должен был быть да вообще говоря телеграф должен быть вот здесь на верхнем мостике верхний мостик он находится вот тут вот тут а нашли вы его а он вот здесь он в закрытом помещении на ноге на станине пролетел три палубы два крана и вот это все расстояние получается порядка 25 метров иными словами телеграф сорван со штатного места не временем и подводным течением а взрывом допустим но что за взрыв внизу в трюме от попадания торпеды или наверху на палубах от попадания бомбы если было попадание то оно попадание в борт потому что не было на тех торпедах которые применяли немцы неконтактного взрывателя когда стрельба осуществляется с каким-то заглублением на 2 метра например ниже и торпеда срабатывает под килем выход газового пузыря идет вверх у нас только прямой идущий торпеда с контактным взрывателем если она попадала в борт то там еще и в надводной части борт это дыра ну прикиньте это размеры пробоин 6 на 8 или например 6 на 12 метров видна армения сейчас примерно по ватерлинию закопалась в грунт и это значит что хоть часть такой пробоины доведнелась бы но нет нет этих пробоин нигде стало быть изучаем палубу и все что на ней находится если это были не торпеды а бомбы они отметились там аппарат медленно движется вдоль череды квадратных иллюминаторов и в некоторых загорается свет это наш свет наши фонари просто в иллюминаторах сохранились стеклами и теперь они шлют нам свой неверный потусторонний привет вот что такое жуть опа ты на строку взгляд с верхней ярус вот она разрушена крыша и просто лицевая переборка осталась да вот она лицевая переборка с квадратным иллюминатором и вот это вот сюда значит пришелся вот туда основной удар поэтому была паника на корабле командного состава не было вот и это командир дивизиона старший на Селегере из носа в корму через три палубы опрометью примчался к нашим мониторам потому что там где мы с вами видим просто дыру и разбросанные доски он моряк видит судьбу корабля и людей на нем дыра эта когда-то была ходовым мостиком там кстати стоял и тот самый телеграф Сергей Фокин отмечает место взрыва на чертеже вот смотри здесь то что мы увидели это вот это вот вот этот вот район то есть примерно это совпадает с тем что вот здесь вот где-то был взрыв этот взрыв означает что командир Армении Владимир Полушевский почти наверняка погиб первым даже если и не был на мостике его каюта к нему примыкает смотрите по правому борту помещение капитана этот взрыв говорит нам что Армения за одну секунду осталась без управления и технического и человеческого спасение и судно и людей просто некому было организовывать связь нарушилась командиры погибли командиры но еще не корабль смотрим дальше это обшивка сорвана какая-то вообще говоря это нижняя палуба а может чуть-чуть пониже опуститься вот здесь это палуба провалена как-то значит два два второй навал досок бывших когда-то палубы и получается второе попадание движемся дальше снова оглядываем корму с ее зенитками стоящей правой и разрушенной левой слушай-ка ну там же вот на правом-то борту стояла себе нормально это зенитка не на заваленной палубе за ней сразу начинала заваленная палуба заваленная видимо была потому что попали в левую попали то есть подожди это уже три первый завал мы видели здесь второй завал вот эти вот две шлюпбалки разваленных то есть мы видели вот здесь вот этот вот кран и вот собственно вот здесь вот мы тоже начали вот видеть заваленную палубу то есть вот раз два три отдельных места я думаю что он заходил просто с кормы и вот так вот шел просто одним пролетом отбомбился больно метко ну люфтваффы особенно в начале войны лохов-то не брали не брали это понятно непонятно пока главное несмотря на все сделанные открытия тут еще ведь вопрос как бы сказать непотопляемости шума да то есть предположим вот сюда прилетела бомба а эпицентр взрыва где скорее всего скорее всего он где-нибудь вот в районе середины в районе основной палубы почему тогда она тонет иными словами чтобы отправить корабль на дно нужно сделать пробоину в корпусе в месте которые непосредственно контактируют с водой если же повреждения от взрывов пусть даже и от трех обнаруженных сейчас не пошли дальше палубы это не повод тонуть и тонуть быстро как утверждали очевидцы летчики у них были бомбы фугасные со сварным корпусом и с литым вот эти литые они шли как полубронебойные то есть если взрыватель был там с небольшим замедлением она могла пробить пароход и взорваться на какой-то глубине под ним и вот этот весь пузырь газовый он идет наверх вот это еще страшнее мы же вот еще анализировали я понимаю что еще аналогичный взрыв с Грузией да это было то там бомба взорвалась в районе в районе второго дна в районе второго дна и возможно там есть отверстие в нище и тогда все становится понятно если мы продолжим путь этого снаряда кто бы он не был то куда мы попадаем в какой отсек мы попадаем в третий отсек у нас разрушается в четвертый возможно второй из документов Армении мы выяснили что ее проектировали с одноотсечной непотопляемостью что это такое корпус судна разделен на 9 водонепроницаемых отсеков даже если один из них затопить полностью ничего не случится судно останется на плаву даже с наличием такого количества людей вот мы же тут считали все получается что все равно нужно два отсека как-то им повреждать Елена Хвостова моделирует такое повреждение двух отсеков Армении и перед нами картина которую описывали в донесениях летчики скажите важно это бомба или торпеда так и так Армения на дне важно если мы хотим когда-нибудь узнать кто это сделал имя немецкие асы ведут учет достижений ревниво это награды звания ступени карьеры их заявки на победы раза в три превышали победы фактически а тут такая добыча и тишина странно в германских бумагах только две торпеды и номер соединения ну и немцы могли ошибиться и значит надо искать дальше на берегу узнают о гибели Армении в море с неба вся информация только от летчиков моряки молчат ни одного доклада от СКА-0122 второго катера на котором к тому же должен быть инициатор всего похода Армении капитан первого ранга бурмистров на поиски отправлено другое звено самолетов старт в 12.20 и пока оно в небе штаб флота получает долгожданную директиву ставки Севастополь не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами поспешил комфлот Октябрьский со сдачи Севастополя городу предстоит почти год обороны а врачи вывезены и погибли на Армении морскую медицину будут создавать заново 13.55 НИВА-2 произвели посадку задача поиски теплохода Армения в районе Ялты по курсу 140 на расстоянии 40-50 километров произвели тщательные поиски ничего не обнаружено кроме нескольких лайб поиски производили около часу наблюдали в Ялте пожары несколько лайб это как если бы сейчас сказали несколько тачек под лайбами можно понимать все что угодно из разряда лодки от шхуны баркасов до шлюпок с Арменией но нет никаких уточнений про эти лайбы значит попробуем уточнить сами собственно хочу посмотреть шлюпочную палубу на предмет шлюпок на предмет тех самых шлюпок их было немало если еще раз внимательно взглянуть на кадры старого фильма насчитаем 9 с одного борта итого 18 они были немаленькие на 48 человек и по правому борту который исследует сейчас наш подводный аппарат мы не видим ни одной задача выяснить в каком положении кронштейны которые эти шлюпки и удерживают и спускают шлюп палки подняты ли они по походному или опущены отвалены за борт это шлюп палки вот нам бы до них дойти на них бы посмотреть вот на сценограмме видишь поперечные засечки и судя кстати по засечкам они отвалены и не по засечкам отвалены тоже то есть все шлюпки спущены как минимум по правому борту левый борт еще предстоит увидеть и на левом борту та же картина то есть по левому борту шлюпок тоже нет посмотрим что-то на грунте если их срывает их же могло сорвать при погружении судна могло но уж больно все шлюп палки одинаково вывлены прям штатно вывлены за борт вот еще одна шлюп палка видишь у всех прям примерно на одном и том же уровне отрезаны концы да если бы оно было все случайным порядком где-то бы он висел до самого грунта где-то бы этот конец так остался привязан к шлюпке мы по концу прям эту шлюпку нашли то есть оно все очень аккуратно для того чтобы быть случайностью может ли все это означать что шлюпки были не спущены на воду с людьми а сброшены пустыми талии на которых они висели перерублены так быстрее и это те самые огрызки канатов что мы видим на шлюп-балках штормовая погода шлюпка спускается пустая а если погода благоприятная допустим тот же легендарный деталь то шлюпки ужасно не спешили погода была штормован помните в вахтеном журнале груза очень свежий ветер 6-7 баллов волнение 6 баллов а про погибших скорее всего командиров помните соответственно что люди пытались добраться до сброшенных шлюпок самостоятельно и стихийно прям как будто привязана петля к лейной стойке вот такой петлей внизу уходящие веревки фалы швартовые армения обвешаны ими как бахромой кричащее молчание бездны с обоих бортов видим настежь раскрытые двери грузовых люков латспорты а двери эти просто так не откроешь они задраены тугие рычаги надо поворачивать их много силу нужно и время время легенда вписала гибель армении в короткие 4 минуты забудьте на армении шлюпки стояли в два яруса то есть сначала надо сбросить верхнюю потом поднять обратно кран-балки прицепить нижнюю сбросить нижнюю самое ужасное что дальше мы не знаем ни с чего быть абсолютно что с ними дальше стало действительно дошли ли они до берега куда они дошли подобрал их кто-то да в 16.15 флотские службы отмечают возвращение в Севастополь катера 0.51 СК-0.51 вошел в Стрелецкую бухту он простоит у стенки целые сутки и выйдет на следующее задание только в 18.15 8 ноября куда он спешил почему бросил Армению так и осталось неизвестным а через 50 минут после 0.51 в Балаклаве нашелся СК-0.122 в штаб последовал доклад его командира первый морской доклад через 7 часов после катастрофы теплоход Армения в 8.00 вышел из Ялты на расстоянии 15 миль от Ялты в 11.25 налетел один торпедоносец противника с правого борта катер 0.122 открыл огонь торпедоносец зашел на левый борт и выпустил в 11.25 две торпеды одна торпеда попала в носовую часть теплохода Армения корабль стал быстро погружаться в воду носом и в 11.29 затонул когда он тонул с теплохода сбрасывали шлюпки СКА 0.122 удалось спасти 6 человек на воде было до 300 человек капитан первого ранга бурмистров находился на СКА приказал следовать Балаклаву вот они откуда эти торпеды эти 4 минуты это перепутанное время атаки не этим важен доклад а тем что в нем единственном говорится что сбрасывали шлюпки причем именно сбрасывали не спускали рубили концы и они падали на воду ровно то что мы увидели на дне и простая арифметика смерти еще раз на воде оставалось до 300 человек удалось спасти 6 это при том что на катере такого типа малый охотник может поместиться до сотни а здесь удалось спасти 6 из 300 6 из 300 это подвиг или преступление насколько здесь принципиален глагол удалось что мешало страх нового налета погода и легко ли это вообще поднять из бурной воды замерзшего человека в мокрой одежде только через 5 с половиной часов после катастрофы к ее месту добрался высланный утром в охранении Армении тральщик груз 16.10 по левому борту два плавающих чемодана 16.21 по правому борту плавает большая коробка вот и все и концы в воду 79 лет тишины как теперь эту тишину нарушить как вернуть людям на берегу память желательно вечную надо что-то именное именное на борту погибшего корабля осталось только одно колокол туманный колокол на носу с видимыми всеми буквами МЕН по которым и убедились нашли то что так долго искали в моряцком просторечии он рында по имени полуденного звона в три удара и теперь все смотрят в монитор на этот колокол на эту рынду упавшую со своей стойки и думают как как подобраться чуть поближе левее чтобы видно было рым его есть там за что цепануть или нет аппарат явил клешню манипулятор она у него одна и на нее вся надежда подожди подожди не сжимай эмоции комдива зашкаливают и кажется что дело сделано а по правде еще не начинали так с веревкой определились веревка была заведена на этот на колокол ничего не было не было не было радость комдива и вызвала эта несчастная веревка которую одну пока и преодолели нам кажется вот жиринда лежит только руку протяни ага на самом деле она в клубке кабелей друг и лейеров сейчас вот я хочу чтобы тяну лежит на этом лере или на этом лере она не может лежать физически потому что этот лер лежит на этом малейшая оплошность может оставить нас без рынды либо без подводного аппарата и то и другое невозможно надо чтобы было 100% что под аппаратом над аппаратом и за аппаратом ничего нет и такая же гарантия нужна для колокола вот такие вот у нее стучки вот такие вот прямоугольные у него по центру заходит еще какой-то ну колечко видишь видишь она вот так вот видишь рассматриваем его ухо рассуждаем чем бы удобнее в него попасть вдруг вот один гак тебе вот этот зацепил именно нос и будешь вот именно с этой стороны идти вот так собирается целый консилиум с мустика приходит командир селигера давайте поймем ты дойдешь до рында вообще физически ты ее достанешь или нет разворачиваются чертежи ринды здесь сейчас сейчас посмотрим что там где-то жёг всего там непонятно вообще непонятно какой цеплят его ну вот получается она вот здесь лежит где-то 70 сантиметров приносит карабин приносит ринду селигера Анатольевич ты учтишь что у тебя рука не металлическая а человеческая находишься ты на полутора километрах если ты с первого не попадешь значит мы ее свалим чтобы попасть в это игольное ушко колокола приходится разворачивать весь селигер Целятся трудно никакой точки опоры и два оператора на одну задачу первый управляет аппаратом второй клешневым манипулятором работа как нейрохирургическая операция в открытом космосе даже не шевелила вернули расчеты уже третья попытка да есть кусай кусай раскусил разжимай вот так красавчик молодец все есть так тихо 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 ран 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 это сработала ловушка рында теперь привязана к подводному аппарату подбирай 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 не бойся на длинном тросе подводный аппарат несет колокол теперь невидимый для нас впереди подъем и целый час нервного ожидания получилось нет вот эти 20-30 метров прям потихоньку подбирай подбирай я не могу подбирай 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 нашей памяти. Слишком много горя для одной страны. Несчастье за несчастьем захлестывали нас в 41-м. В официальных сводках о ней ни слова. Тысячи погибших на Армении составляли меньше трети наших тогдашних среднесуточных потерь. И проехали. Война покатила дальше. Потому выводов из трагедии сделано не было, головы не полетели. Командир тральщика груз Анатолий Кроль погиб в 42-м. Даже фото от него не осталось. Командир сообразительного Сергей Варков стал контр-адмиралом и автором книг, в которых описывал свои военные доблести. Начмед 51-й армии Андрей Иванович Пулькин умер от ран в 42-м. Герой Советского Союза Иван Бурмистров тихо закончил жизнь на родине, в Ставрополе, директором Кожевиного завода. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский стал героем Советского Союза в 1958-м. Последственное дело. 17 мая 42-го в нем появился заключительный лист с резолюцией. Отправить в архив. Латунь, он чуть-чуть откряпался с слоем окисла. По-моему, по-моему, латунь. У жизни теперь другая цена. По крайней мере, у жизни потерянной в ту войну. Потому и колокол с Арменией поднят с полутора километровой глубины. Его отреставрируют. Он станет мемориалом. Если уж не узнать ни имен, ни судеб, то хотя бы вернуть память. Лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok